Ну что, уважаемые участники симпозиума, приветствую вас от имени Венгерского культурного центра. Когда ко мне обратились с приглашением на этот симпозиум, я долго думал над тем, о чем мне рассказать, и долго расспрашивал приглашающую сторону, какая у меня будет аудитория. Но, насколько я понял, под конец дня уже довольно сложно привлекать еще не по вниманию, поэтому я не буду вас сейчас утомлять академическими определениями разных терминов и тому подобное. Но, вместо этого, я бы хотел немножко нетрадиционно начать свою презентацию относительно того, инструмент или цель культурной дипломатии, но я бы хотел немножко такого интерактивчика. Вот сейчас мы во время кофе-брейка спонтанно начали обсуждать, кто из участников бывал в Венгрии, а кто нет. Можно вас попросить поднять руку, кто был уже в Венгрии? Ясно. А кто знает таких друзей, родственников, кто тоже был, может, в Венгрии? Понятно. Ясно. Спасибо. Но, тем не менее, я все-таки в нескольких словах рассказал бы вам о Венгрии, где она, что это за государство, естественно, с уклоном на культурную дипломатию, поэтому я бы попросил следующий слайд. Или у меня здесь есть? Замечательно. Спасибо. В общем, мы страна небольшая, у нас всего 10 миллионов, по крайней мере, в пределах Венгрии, а за границами Венгрии проживает по различным подсчетам еще около 3-5 миллионов этнических венгров. Ну, мы, в общем, компактно себя чувствуем там в Центральной Европе и особо не жалуемся. ВВП на душу населения тоже нас более-менее устраивает. Конечно, всегда есть куда развиваться дальше. Ну, в принципе, живем себе спокойно, кризисы переживаем, и особо не потрясают они нас, к счастью. Немножко все-таки об истории государства. Это единственный слайд, на котором я попробовал обобщить нашу древнюю историю. Не буду вас опять-таки утомлять множеством битв, династий и тому подобное. Но очень важно с точки зрения именно культурных отношений, что мы являемся народом, который, по крайней мере, с точки зрения нашего языка является родственниками финно-угорских народов. В этом плане идут довольно большие споры, этнически ли мы тоже финно-угры или только с точки зрения языка. Это тоже не мне решать, но благодаря тому, что наш язык принадлежит к языковой группе финно-угорской, у нас в этом плане множество родственников, и в России в том числе. Магна-хунгария – это тот термин, который 800 лет тому назад использовали к той местности, которая сейчас является Башкортостаном, Республикой России. Дело в том, что вот на этом слайде вы видите долгую историю кочевания нашего народа и обретение его новой родины, что случилось в конце 9 века, это вот предыдущего даже тысячелетия. В общем, у нас был долгий путь к нашей родине, здесь вы видите основные, скажем так, остановки нашего пути. Ну, про родину – это Западная Сибирь, если смотреть отсюда, то за Уралом. И получается так, что наши самые близкие родственники по языку Ханта и Мальси по географии, по расстоянию самые отдаленные. То есть, чтобы нам с ними пообщаться, нужно ехать дольше всего. Ну и помимо этого, так как мы были вместе лет, ну где-то 3000 тому назад, поэтому у нас практически кроме 10 совместных слов особо и не остались общие, ну скажем так, понятия и термины, на которых мы могли бы общаться. Ну, основы основ, как, например, рука, кровь, сердце, вода, некоторые числительные, они остались общими. В общем, история наша современная, можно так сказать, продолжилась уже после того, как наши предки обрели новую родину в Карпатском бассейне. И наш первый король Святой Иштман принял хрещение и получил корону от Папы Римского. Таким образом мы как бы интегрировались в европейское сообщество государства во времени. Я бы хотел буквально, опять-таки, несколько слов рассказать о связях Венгрии с Русью, с Россией. И, опять-таки, это важно с точки зрения культурных отношений, потому что, вот, например, когда наш король Андраш Первый поженился на Анастасии Ярославовне, дочери великого князя Ярослава Мудрого, она же, конечно, не говорила по-венгерски в свое время, и более того, здесь вы видите памятник в их честь, который был возведен на полуострове Тихань. Это полуостров очень живописный, красивый на берегу озера Болотон, и место было выбрано для этого памятника из-за того, что на этом полуострове есть аббатство, которое было создано, отучреждено королем Андрошем Первым, и они там похоронены. Но дело в том, что она же была православной девушкой и привезла с собой и священников, и монахов, и свиту. В общем, там была очень, я бы сказал, бурная взаимосвязь тогдашней венгерской культуры с культурой Руси, которую Анастасия представляла по приезду в Венгрию. Это был не единственный брак между венгерским принцем, королем и киевской княжной. Я не буду всех перечислять, но, опять-таки, вы можете здесь в этих перечислениях увидеть, что из этих браков рождались короли. И опять-таки, если у кого-то отец был венгер, а мать была киевская княжна, то, соответственно, это обязательно влияло и на развитие, на культуру, на духовность данного руководителя страны, императора короля. Ну, были там, конечно, и такие моменты, когда принц поймал жену на измене и отослал ее беременной в Киев. Тем не менее, было и несколько королей, которые родились впоследствии браков венгерских королей и киевских княжнах. Были у нас и другие отношения. В 1707 году мы подписали Варшавский недоговор о соглашении с Петром I, который очень любил токайское вино, которое производилось на территориях владений Ференца Ракуц и II, который был вождем нашей революции 1703-11 годов. Ну, и по сплетням из того периода, из глянцевых журналов того периода, того времени, некоторые вычитали, что у них даже была совместная любовница. Насколько это верно или нет, это, конечно же, вопрос к историкам, но есть и такие предположения. Были и более трагичные моменты нашего совместного исторического быта. Ну, и есть одно такое важное место в Венгрии, недалеко от Будапешта, в городе Ирем, которое считается одним из самых западных паломнических мест. Это усыпальница княгини Александра Павловны, которая вышла за палатина Венгрии от скерцога Иосифа Астрийского. Это очень красивая усыпальница, которая была реконструирована недавно, и она находится в ведении московского патриархата. Ну, и многие россияне, которые приезжают к нам в Венгрию, обычно посещают эту усыпальницу. Ну, а это довольно трагичная для нас карта, потому что перескочив огромный период времени нашей истории, мы пришли к концу Второй мировой войны, когда наша страна в результате того, что была на стороне проигравших, потеряла две трети своей территории и половину населения. Это важно с точки зрения, опять-таки, нашего главного вопроса культурной дипломатии, к этому я сейчас вернусь. Буквально еще один последний вступительный слайд, несколько, может, интересных фактов о Венгрии, чем мы гордимся. Это наши лауреаты Нобелевской премии, это наш кубик Рубика, ну и, конечно же, наши культурные деятели. Это все имеет значение с точки зрения того, что я вам хочу сказать, начиная со следующего слайда, а именно с точки зрения культурной дипломатии. Итак, начало классически взятой культурной дипломатии, даже если этот термин в то время еще не использовался, он, значит, все это началось в 20-е годы, непосредственно после того, как мы проиграли в Первой мировой войне, и мы оказались в сильной политической, геополитической изоляции. То есть, как проигравшая страна окружена, по сути, такими государствами, которые образовались на бывших территориях этой страны, естественно, мы были довольно-таки ограничены в наших возможностях политических и дипломатических. И в этот период у нас был довольно талантливый министр культуры, его звали Клукуно Клеблесберг, и он понял, что выходом из этой ситуации, или, по крайней мере, одними из возможностей выхода из этой ситуации является именно культурная дипломатия. Он был тот министр, который учредил первые четыре венгерских культурных центра за границей, причем это было ровно 90 лет тому назад, в 1924-м были созданы культурные центры Венгрии под названием «Коллегиум Бунгарикум» в Вене и в Берлине, и после двух лет, следующие два в Париже и в Риме. Эти институты играли, скажем так, двойную роль. С одной стороны, естественно, через эти культурные центры Венгрия пыталась представить населению, жителям данных стран, свою культуру и посредством культуры, естественно, возобновить и политические контакты с этими государствами. С другой стороны, и это тоже очень важно, по инициативе министра, основавшего культурные центры, были учреждены также и стимпендиальные программы, в рамках которых венгры, венгерские деятели культуры, художники, писатели, поэты имели возможность на два-три месяца поехать на стажировку, скажем так, в эти страны. И опять-таки за счет тогдашнего венгерского бюджета. В принципе, эти инициативы, начинания, они привели к результату, так как постепенно эта изоляция венгрия, она, к счастью, была пройдена. Ну, потом 20-й век продолжился, так он продолжился, но об этом уже, пусть опять-таки, общаются историки. Невозможно не затронуть все-таки терминологию, раз мы уже говорим о культурной дипломатии. Существует несколько определений, разные термины. Внешняя культурная политика, может, самый обширный термин, культурная дипломатия, собственно, о чем мы говорим. Ее еще называют публичной, общественной дипломатией, народной дипломатией. Но есть еще и менее, скажем так, мирные понятия, как культурная экспансия или же мягкая сила. Не знаю, знаете ли вы о том, кто и когда впервые сформулировал тезис мягкой силы. Если не знает, то я скажу, это был заместитель министерства обороны, заместитель министра обороны Соединенных Штатов во времена администрации Клинтона. Интересно, что не министр культуры или его заместитель, а именно заместитель министра обороны. Ну, этот термин, это понятие тоже вошло в обиход и, по сути, считается почти синонимом культурной дипломатии. Ну, и мои тезисы, почему это инструмент или цель, сейчас разберемся. Довольно однозначно, что у культурной дипломатии или у всеобщей культурной политики, международной культурной политики, в принципе, три цели. Самое важное, или, скажем так, намеченное, по сути, всем моим коллегам в каких-либо посольствах или культурных центрах бы они не работали, это продвижение, популяризация нашей культуры, языка, можно сказать, пропаганда собственных культурных достижений за рубежом в данной стране. Я это себе называю по-другому, как завоевание симпатии или попытку получить симпатию принимающей стороны. Вот этому служили, или, по крайней мере, попытками. Для этого были первые слайды моей презентации, когда я вам рассказал о культурных связях между Россией и Венгрией. Следующий этап или следующая цель, как мне это видится, это формирование позитивного образа государства за рубежом. И здесь очень важно, что нас приводит к ответу на вопрос, заданный мной уже, с использованием культуры, культурных ценностей и связей. То есть культура в этом плане является все-таки инструментом. Опять-таки, коротко, по-современному, на новом русском я это называю брендом или брендингом, потому что кубик Рубика, он тоже превратился не просто в головоломку, а превратился в бренд, который использует наше туристическое агентство для популяризации страны. Потому что большинство, или по крайней мере очень многие в мире, ассоциируют с кубика Рубика на Венгрию. Есть еще несколько таких, скажем, символов. Здесь, может, они были более известны, как, скажем, автобусы и карусы, горошек, глобусы и так далее. Ну, мы, естественно, пытаемся идти со временем вперед и показывать и другие символы, которые бы подходили для формирования бренда Венгрии. Ну и третья цель – это создание благоприятных условий для осуществления как политических, так и экономических задач страны на международной арене. Это я бы назвал действиями, нацеленными на получение доверия, опять-таки, со стороны принимающего государства. В общем, можно свести всю нашу деятельность к тому, чтобы, благодаря нашим деятелям культуры, выставкам, концертам, сначала мы стали к вам симпатичными, потом у вас создалось впечатление, что Венгрия – это единое целое, как марка, как бренда, ну и, в конце концов, чтобы получить ваше доверие. Это самая важная цель, полагаю, у всех моих коллег и вообще культурной дипломатии, потому что, имея доверие посредством культуры, и политические отношения улучшаются, ну и, в конце концов, деньги-то зарабатываются вместе, потому что люди подписывают друг с другом контракт, доверяют друг другу, ждут 15 дней, пока им переведут оплату за услуги, за товары и так далее и тому подобное. А в нашем мире, по сути, деньги руководят уже почти всем. И поэтому, в конце я еще вернусь к тому, что все-таки ситуация не так страшна, чтобы действительно всеми руководили только деньги, но в данном контексте, я думаю, что все-таки ответ на этот вопрос, цель или инструмент довольно ясен. Конечно, культура – это и развлечение, но не просто развлечение. Опять-таки, провести успешное мероприятие, выступил кто-то, ну и погладили себе, друг другу голову, это тоже не сама цель. То есть просто провести мероприятие, это, ну как-то было бы, может, даже не достойно того, чтобы государство тратили на это деньги. Естественно, есть цель. С другой стороны, культурный рынок, особенно здесь, в Москве, он абсолютно перенасыщен. Вот в городе, где 300 театров, я себе иногда представляю, по вечерам, когда мы пробуем привлечь публику на наши мероприятия, и я себе представляю, что у них выбор только по театральному направлению, 300 других учреждений, параллельно, в тот же вечер, в 7 часов. Даже если в Москвичей 15 миллионов, а, скажем, россиян 140 миллионов, все равно, я думаю, конкуренция огромная. И в этом плане нам очень приятно, что есть такие мероприятия, которые все-таки привлекают не только 10, а намного больше человек, посетителей. Конечно же, нужно учитывать особенности аудитории, я опять-таки не буду в это вникать, это однозначно. Ну, очень важно в этом плане это хотя бы подчеркнуть, что мы ни в коем случае не стараемся никому насаждать никакие идеологии. То есть с точки зрения идеологии или системы ценностей, я думаю, мы все учитываем, что есть общепризнанная система ценностей, не надо ее называть ни западной, ни восточной, не привязывать никакому континенту, она всем ясна. И, в общем, учитывая вот это само собой разумеющееся существование такой всеобщей универсальной системы, мы никому не навязываем никакие идеологии, и просто представляем себя и желаем строить хорошие дружественные отношения. Ну, и нельзя не назвать опять-таки меркантильные соображения, ведь, как я уже упоминал, по крайней мере у меня такое впечатление, что мы живем в мире, которым руководит в основном, ну, скажем так, финансы. Тем не менее, я думаю, и этим можно воспользоваться в положительном смысле. Приведу вам несколько примеров. Если мероприятие бесплатное, то оно как-то вот такое, немодное, непривлекательное. Раз уж там 50 рублей за вход, вот как-то оно превращается и становится модным, и люди выстраиваются в очереди. Конечно, это привлечение. Естественно, наше мероприятие бесплатное, но просто есть такой фактор. Другой, более, может, приятный фактор – это книгоиздание. Вот у нас очень хорошие партнеры в России, издательства, которые берутся за переводы издания венгерских книг, причем на собственные риски и по собственной инициативе. Мы там поддержали одну-две книги, а они, по сути, издали уже более 15 книг. Ну, за последние три года, пока я занимаюсь этим делом. И здесь, опять-таки, я думаю, что это намного лучше, чем если бы мы поддерживали из года в год по 10 книг, и они издавались бы исключительно по нашей поддержке, ведь в таких случаях эти книги в 500 экземплярах оказываются в каких-то там подвалах и на полках, и только собирают пыль. А если издательство берет на себя эту инициативу, то, естественно, они заинтересованы в том, чтобы продать эти книги. Таким образом, они выходят в 3000 экземпляров, в 5000, и они, в конце концов, не просто собирают пыль, а их перелистывают и читают своим детям, и сами читают. Так что, я думаю, есть и положительная сторона меркантильных последствий наших времен. Ну, что касается культуры, то здесь, опять-таки, я должен вспомнить, что она и ранее была инструментом власти для содержания спокойствия. Ну, давайте вспомним давние времена, скажем, Римскую империю, когда было выражение «панамя цирцензи», что означает «хлеба и зрелище». Зрелище всегда было востребовано, колесей не построили бы, если бы это зрелище не было бы необходимо для поддержания власти и той системы, в которой он строился. Ну, и в подтверждение того, что все эти изменения осознаются у нас в Венгрии, несколько примеров того, каким образом эти новые акценты появляются в венгерской внешней политике. Ну, во-первых, само министерство после выборов мая этого года впервые за свое существование переименовано просто из Министерства иностранных дел в Министерство иностранных дел и внешнеэкономические связи. Причем по-венгерски в порядке сначала внешнеэкономические связи, а потом иностранные дела. Я думаю, это не просто символический момент, это однозначно признание того, что акценты все-таки переставляются. И свидетельством этого является то, что и в коммуникации, то есть в общении руководства Министерства, в новой концепции венгерской дипломатии, увеличении внешнеэкономической деятельности и именно культурной дипломатии, оно занимает очень важное место. В структуре Министерства с этого лета создана отдельная структура, отдельный госсекретарь, заместитель министра, то есть не просто отдел там какой-то заковыристы или департамента, а госсекретарь, замминистра, который ответственный за культурную дипломатию. И в этом плане приверженцы классической дипломатии в определенном смысле даже чувствуют себя немножко оттесненными, потому что вместо просто поисков компромиссов закулисных, что я поддержу твоего кандидата, не знаю, члена Совбеза ООН, а ты поддержи моего кандидата в президенты ФИФА, в общем, как-то оно все отодвигается на задний план. Конечно, эти функции важны, они должны сохраняться, но у нас, по крайней мере, однозначно произошло осознание важности именно экономической составляющей и культурной составляющей дипломатической деятельности. Ну, подходим к концу, буквально 2-3 слайда осталось, это просто для того, чтобы показать вам, что речь идет не только о словах, но и о конкретной деятельности. Здесь показаны те страны, где Венгрия содержит, создала, учредила венгерские культурные центры, их в настоящее время 23 в 21 стране. По размерам нашей страны это уже даже немножко больше, чем в среднем, в случае таких стран. И в прошлом году было открыто 4 новых культурных центра в Белграде, в Загребе, в Стамбуле и в Пекине. А в этом году уже принято принципиальное решение об открытии новых трех культурных центров в Баку, в Любляне, как в соседней стране, и в городе Клуж, это нынешняя Румыния. В общем, идет экспансия, которая опять-таки свидетельствует о том, в положительном смысле слова экспансии, что руководство страны определяет особое внимание именно культурной дипломатии. Здесь же указаны и места, где у нас работают преподаватели венгерского языка, носители языка, в России их три, в Москве, Петербурге и в Ижевске, у наших удмуртских родственников. Ну и буквально под конец несколько примеров из нашей собственной практики венгерского культурного центра в Москве. В родственных финно-гостских регионах мы содержим, основали учредили и содержим сеть так называемых венгерских кабинетов, куда мы на регулярной основе поставляем наши книги, научные пособия, музыку, фильмы, регулярно проводим у них мероприятия, способствуем обучению венгерскому языка. Один, может, более наглядный пример, я здесь указал только название города Воронеж. Дело в том, что Воронеж, он имеет особую трагическую роль в нашей общей истории. Во времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, к сожалению, наша Вторая ленгерская армия была привлечена на то время союзной Германией к тому, чтобы участвовать в боевых действиях именно под Воронежем. Впоследствии того, что наши военные, которые, естественно, шли туда не по собственной воле, и когда им говорят, что ты защищаешь свою страну в двух тысячах километрах от ее границы, они просто не понимали, в чем дело. И большая часть этих солдат, они, кстати, были те наши граждане еврейского происхождения, которые в качестве трудовых батальонов туда направили. В общем, Вторая ленгерская армия, которая составляла 200 тысяч, потеряла там 125 тысяч человек. Для нас это считается огромной потерей, ну, поскольку один процент населения страны остался там. В то же время, естественно, мы абсолютно осознаем, что наши воины в то время там были в качестве оккупантов. И поэтому был очень важный, значимый проект с нашей стороны. Это был первый такой проект, чему я очень горжусь. Первая ленгерская выставка сначала здесь, в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны, которую мы потом повезли именно в Воронеж. Это была выставка без образа врага, венгерского фото-корреспондента тех времен Танаша Конака, который, вопреки идеологическому заказу из центра, фотографировал не героические сцены о том, как наши солдаты завоевывают территорию России, а сцены крестьян русских, как они кормят детей, рисуют друг друга. В общем, когда этот материал в Будапеште в 1944 году выставили, то ее после одного дня сразу же закрыли, потому что она не соответствовала идеологическому заказу. Так вот эти фотографии мы представили и в Москве, и в Воронеже. Я должен сказать, что результат был потрясающий, потому что тот зал, куда мы вошли вначале, и на нас смотрели такими глазами, что вы здесь делаете, снова пришли здесь нас, не знаю, оккупировать, в конце все превратилось в очень тужественную обстановку, и мы общались, и, в общем, пришли к тому выводу, что здесь в России похоронено более 100 тысяч венгерских солдат, у нас в Венгрии похоронено более 200 тысяч советских солдат. Я должен сказать, что в 3 тысячах из 3200 венгерских населенных пунктов есть захоронения советских воинов, они все на месте, их никто никуда не убирает, за ними ухаживают. Так же, как и под Воронежем, есть центральные кладбища венгерских воинов, которые тоже содержатся, и, в общем, никаких вопросов в этом плане нет. Главное, чтобы это никогда больше не повторялось. Я думаю, мы уже давным-давно не смотрим друг на друга, как на врагов. Извините, что я так много об этом рассказал, но это действительно значимый проект. Именно в пример того, как культура может способствовать улучшению отношений и доверию, построению доверия. Ну и еще буквально два пункта. Есть у нас стипендиальная программа, которая под названием «Кампус Англии» служит тому, чтобы венгерские студенты обучались за границей. И есть другая программа, не буду даже ее называть, латинское название. За счет венгерского бюджета поддерживается обучение иностранных студентов в венгерских вузах. Это тоже чрезвычайно важно, потому что, даже если образование не является непосредственно частью культуры, скажем так, но оно тоже чрезвычайно способствует именно развитию отношений. Ну и гастрономия и туризм. Такайская вина уже во времена Петра Первого была важным аспектом. На наших мероприятиях уже чрезвычайно популярны венгерские вина. Я должен сказать, что в этом плане туризм тоже довольно успешная сфера, потому что по последним данным Росстат поток российских туристов в Венгрию за 7 месяцев нынешнего года вырос на 43%. Я думаю, это тоже довольно положительный результат, но, конечно, есть куда дальше развиваться. На первом месте по посещениям все еще немцы, так что, я думаю, у нас еще есть возможности привлекать российских туристов. Думаю и надеюсь в недалеком будущем на вопрос, кто из вас бывал в Венгрии, уже под ним упущены все руки. Ну и в завершение мои координаты, но чтобы вернуться к изначальному вопросу, который я задал сам себе и, может, и вам, я считаю культуру в плане дипломатии однозначно инструментом и не целью, но инструментом приятным, положительным, которым пользоваться, я думаю, всем приятно и хорошо. Спасибо за внимание.